Братья-месяцы Программа о названиях, приметах и преданиях 21 апреля По народному месяцу слову Родион ледолом, Родион рябучие воды Половодье в разгаре, а вешние воды и царь не уймет Но по народным поверьям не лед и вода были героями этого дня Его главным событием считалась встреча солнца с месяцем И от того, какая будет эта встреча, зависело, что нас ждет в грядущем лете Согласно этим сказочным поверьям, в этот день солнце встречалось с месяцем после долгой разлуки С первыми морозами они расходились в разные стороны, на восток и на запад И не виделись до самой весны Когда же солнце и месяц наконец-то встречались, то долго рассказывали друг другу о том, где были, как жили и что видели Если встреча проходила хорошо, то день выдавался теплым и ясным, что предвещало хорошее лето Но солнце и месяц могли поссориться на Родиона, тогда день бывал холодным и пасмурным В этом случае и лето обещало быть плохим Иногда случались между ними ссоры, которые заканчивались землетрясениями Верили, что виновником подобных ссор чаще всего выступал гордый и неуживчивый месяц Солнце, в отличие от него, обладало добрым нравом и почиталось, как милосердное божество Но если солнце помогает добрым людям, то злые силы оно беспощадно карает Согласно поверьям, нечистая сила боится солнечного света И с приходом утра прячется в глубокие норы и пещеры, чтобы избежать встречи с яркими лучами восходящего солнца Впрочем, людям не досуг было в дела небесные вникать Им и на земле забот хватало На Родиона ставь саху, паши под овес Так говорили те, кто в южных областях Руси жил Мешкать некогда, весной час прогуляешь, годом не наверстаешь А весенний дождь и распутится только на руку Хоть грязь топчи, а овес мечи Когда на дороге грязь, тогда овес князь Кстати, по поводу того, когда нужно сеять овес, существовали и другие приметы Считалось, что приступать к севу нужно тогда, когда начинали кричать лягушки Лягушка с голосом «Сей овес!» Либо когда кроты выходили из нор Или когда ком земли рассыпался в руках Или во время распускания листьев на березе и дубе Посев овса продолжался до тех пор, пока цвели яблони и груши И пока не переставали летать черные длинные мухи Мухи эти считались овсяными И никакого урона ни саду, ни огороду не приносили Пропадали они вместе с опавшими цветами этих деревьев В этот день примечали Туманное утро говорит о том, что летом будут частые дожди Ясный светлый день, лето будет хорошим Ненастный день к неурожайному году Вечерние сумерки ранние и луна отливают красным На следующий день будет тепло, но возможны грозы На реке лед грудой стал, значит и хлеба будут груды А если гром гремит, то пахать пора Так что у природы нет плохой погоды Каждая погода – благодать И каждый при желании найдет себе занятие Невзирая на погоду или непогоду Здравия, радости и мудрости вам, славяне! Братья-месяцы